Сегодня на ВДНХ СССР открылась выставка «Товары народного потребления и услуги населению РСФСР». Перед открытием выставки состоялась пресс-конференция, и вот небольшой её фрагмент. Планом 1989 года предусматривается выпустить товаров народного потребления на 122,5 миллиарда рублей, что на 10,5 миллиардов больше, чем их было в 1988 году. И в то же время... Неудовлетворённый спрос на товары народного потребления сегодня по стране составляет 70 миллиардов рублей, в том числе по Российской Федерации это 40 миллиардов. Экспозиция, где представлены все края, области, автономной республики Российской Федерации, даёт полное представление о том, что делается и какие есть резервы. Так резко увеличила выпуск товаров в Горьковской области. Это широкий ассортимент дефицитных для сегодня изделий. Телевизоры, пылесосы, радиоприёмники, стиральные машины и очень популярные вот такие бытовые тележки. Соседний стенд, соседняя область, Кировская, тоже стиральные машины, электроплиты. Новосибирская область. Тут можно увидеть и лазерный проигрыватель, и новый двухкассетный магнитофон. К ярким, привлекающим стендам относятся ленинградские, традиционно товары хорошего качества и современного дизайна. Москва. У города есть своя программа по увеличению выпуска товаров, и интересные ставятся проблемы. В столице зарегистрировано 632 кооператива, выпускающего товары народного потребления. Но самое настораживающее в развитии выпуска товаров – это положение отдалённых областей. Вот стендам Мурской области. В центре экспозиции плакат, из которого, к сожалению, мы узнаём, что к несбыточным надеждам относится выпуск здесь мини-стиральных машин, миксеров и ещё 13 наименований товаров, ранее запланированных. Нет ассигнований. На стенде Камчатской области тоже плакат, который объясняет, что Минрыбхоз, Морфлот и Минэнерго, кому принадлежат предприятия здесь, размещает цеха по выпуску товаров в неприспособленных помещениях, отсутствует оборудование. Эта выставка имеет рабочий характер. Она должна подготовить материалы к заседанию Совета министров РСФСР, на котором и будет выработана программа ликвидации дефицита. Но пока на стендах больше табличек, новая разработка и очень редко спрос удовлетворяется полностью. Так что работа предстоит очень большая. Примет в ней участие и общество потребителей, которое впервые на такой выставке получило стенд.